МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Ну, первый вопрос к вам, как создатель музея. Кратенько расскажите нам об истории его возникновения. Ну, если коротко, в общем-то, этот музей сегодня – это просто результат нашей многолетней деятельности. То есть наша, я имею в виду, деятельность руководителя, вот как меня, и учащихся тогда еще детей, которые в те годы занимались геологией. Вначале о музее вообще никто не думал. Было просто желание изучения геологических наук, как в теории и как подтверждение их в практике, это в геологических экспедициях. За 13 лет их было ровно 13. Этот регион я уже говорил, это от Южного Урала до Полярного Урала, это от Мурманска до Байкала до Улан-Удэ. Вот эти все вот части, вот за 13 лет мы, в общем-то, прошли, проехали. Это тысячи километров поездами, это сотни километров пешком и на вездеходах. И в каждой экспедиции производились, конечно, поиски и отбор минералов горных пород, которые нас интересовали. И все это потом доставлялось в Гродно. И как-то в один прекрасный момент, знаете, как-то мы вот увидели то, что у нас уже достаточно материала для этого того, чтобы открыть свой какой-то, ну, небольшой хотя бы школьный музей. И мы начали с него. То есть и потом уже последующие уже вот экспедиции были, они уже были более целенаправлены именно в те регионы, именно за теми минералами, которых у нас еще в коллекции не было. И потом вот был создан такой небольшой в нашей мастерской, тогда еще и помещения не было, был создан такой небольшой музей как бы для внутреннего пользования наш, где мы и изучали эти минералы, и горные породы, их свойства, названия, происхождения. А потом расширились, появилось еще там одно вот помещение. Мы уже разместились там. Тогда шефы школы наши, это вот КСМ нам там здорово помогли, и приобрели нам эти вот витрины, вот. Уже музей расширился, стал уже большим. Уже к нам стали пообщать, уже экскурсии были, уже посетителей было очень много, школьники, студенты, взрослые люди. Все равно не хватало места, все равно все стало в ящиках, все равно 20 витрин нам просто не хватало. Ну и потом как-то так вдруг неожиданно тогда еще нашим мэром был Антоненко, Александр Иосифович Антоненко, и он тогда, в общем-то, помог нам городу очень здорово, вернее не то, что помог, а как бы заново воссоздал этот музей. Мы сделали полностью реконструкцию, еще получили еще одно помещение. Был произведен полностью ремонт, новые вот оборудования, витрины, расцветительные все приборы, и музей, в общем-то, засверкал во всей красе, и мы уже очень много лет как бы традуем жителей, и жителей нашего города, и наших школьников, и младших, классов, средних, студентов, всех учителей. Вот эти вот великолепия. Мы знаем, что музеи, прежде всего, экспонаты созданы силами учащихся, и у нас сегодня здесь есть люди, которые непосредственно добывали эти камни, 13 лет ходили. Да, да, да. Ребята, да, которые 13-летними мальчишками когда-то ездили в далекие экспедиции. Ну, расскажите, как это было? Ну, наверное, не 13-летними, да, мальчишками. Я первый раз поехал, мне было 15 лет, ну, практически 16. Эта первая экспедиция была на Полярный Урал, она была самая, наверное, сложная. Самая сложная туда доехать? Нет, она не самая сложная была по доезду. Она по доезду была, наверное, в районе двух суток мы ехали. Самая сложная, семь суток мы ехали в поезде. Вот, но она была самая сложная такая, психологически, наверное, самый тяжелый был климат. Там, там, куча комаров, мошкары. Мы, белорусские такие тепличные люди, не готовы были к этим условиям, к тому, что вот мы пьем из горных речек и моем посуду в этих же горных речках. Вот, опять же, вот эти вот комары, мошкара было. Мы просто не понимали, что такое может быть. Я сейчас людям, которые не были в таких вот экспедициях, рассказываю о том, как там было. Они не верят. Говорят, как вот белорусских комаров уже не боитесь? Я говорю, нет, белорусских мы уже не боимся. Мы уральских видели. Да, значит, температура там плюс-минус, наверное, 10-15 градусов была. Но вот до сих пор это прошло последний раз. Я так, это полярный 2009 год. Это больше 20 лет прошло. Все равно закрываю глаза, полярные снится. Замечательно. А у вас, Даниэль, какие воспоминания? Ну, воспоминаний много, конечно, потому что мы были одним из первых, кто тогда ездил за полярный круг. И воспоминания очень хорошие к Владимиру Анатольевичу именно в том, что мы подготовленными уже ехали. Все-таки мы были, уже умели жить примерно вот в таких условиях, скажем так, не тепличных, как сказал Егор, не в квартирных условиях. Мы уже могли жить и не одну неделю, и жили. И даже когда у нас одно время запаздывал вездеход, там были вопросы, хватит ли продуктов, мы питались рыбой, которую ловили. Тут есть на фотографиях даже вот что. Да, это рыба. Ловили рыбу в таком большом количестве, ну, для всех, наверное, чтобы хватило. Да, всем хватало, и по нынешним ощущениям, эта самая вкусная рыба так и осталась. Ну, по фотографиям вообще видно, что и девушки с вами ездили, а они как вообще на это решались. Вы знаете, они переносили не хуже, чем мы, и рюкзаки у них были не намного меньше, чем у нас. У нас еще была дополнительная сумочка. Ну да, женская сумочка, и они хотели даже каблуки некоторые, брать, но мы их отговорили, чтобы они туфельки свои не брали. Но девушки справлялись неплохо, и наравне с нами ничем не отличались, как в экспедициях, так и на соревнованиях, которые у нас были. Так, а я был в 92-м, 93-м, 94-м в Заполярье. А 7 суток это вы куда ездили? Это мы на Байкал ехали, мы ехали до Москвы, потом Москва-Владивосток, поезд мы до Владивостока не доехали, наверное, сколько-то там, полсуток не доехали до Владивостока, мы до Иркутска доехали, это... Потом мы были в Улон-Удэ, оттуда же это... Да, 6 суток и сутки до Москвы, 7 суток мы ехали в поезд. Кошмар. Я еще хочу отметить, да, может быть, это покажется странным, или сейчас вообще непонятно, тогда не было мобильных телефонов. Вот, да. И 7 суток мы не могли сидеть там, чатиться и так далее, мы там читали книжки, смотрели на эти станции с непонятными названиями, с глубинки России. Самое интересное, когда мы ехали в Казань на поезде, мы заметили, когда вот у нас проезжаешь там все леса, леса, там степи, ничего просто нет, просто пустое поле. Вы же тоже наверняка проезжали. Ну, тогда такой был вот... Первый раз я был очень удивлен о том, что у нас, как и в Беларуси, у нас порядок. То есть мы едем по Беларуси, у нас подстрижены поля, все аккуратно, а чем глубже в Россию, тем почему-то было страшнее. Такие вот неопрятные заросли, борщевик в 3 метра высотой. Да, как будто в какую-то другую жизнь попали. Как отпускали родители? У меня все тот же вопрос. Вот нет мобильной связи, да? На такое количество дней, такая дорога, тяжело там в конце концов. Ну, на самом деле родители даже хотели, чтобы мы уехали. У меня дед геолог, и мама там двумя руками была за то, чтобы я попал вот в... Тогда это был кружок, потом это образцовая студия, и она там все силы приложила для того, чтобы я попал к Владимиру Анатольевичу. Наверное, несколько лет Владимир Анатольевич, да, там... Да, я же... Был процесс по внедрению меня вот в этот... А Владимир Анатольевич отказывался? Отказывался. Почему вы отказывались от Егора? Ну, понимаете, вот человек еще не знакомый. А в геологической среде вообще, вообще геологическая среда, она, в общем-то, отличается от многих, от какой-нибудь другой. Там очень тесно сплоченный коллектив, взаимопонимание, взаимовыручка. Человек должен вписаться в то общество, в котором он собирается работать и жить. Это не так все просто. И в команде не должно быть изъянов. То есть не должно быть как бы такого... Слабого места. Слабого места, слабого звена, как говорится. Поэтому они должны притираться друг друга. Никто у меня, прежде чем я год хотя бы этого ребенка не знал, я его с собой в экспедицию не приглашал. Я должен был узнать вообще со всех сторон его, какой он вообще из этой себя. И скажу честно, меня не особенно интересовали даже их успеваемость в школе. Кому-то дано больше, кому-то меньше, не в этом дело. Больше их в аспекте человеческие качества. Вот правильные человеческие качества. И вот если он вписывался в эти наши, ну, такой неписанный кодекс, вот неписанный закон, значит, он становится членом команды. Поэтому они спустя уже все много лет, они и сейчас одна команда. Дружите, общаетесь, да? На самом деле жизнь пораскидывала нас там по разным городам, кого-то даже по разным странам. Но всегда, когда встречаемся, всегда очень тепло, теплые чувства нас обуревают, всегда очень рады и остается такое, знаете, приятное послевкусие вот после этих встреч. То есть есть люди, с которыми встретился, и вроде как бы опустошенность на душе. А вот с этими ребятами встречаешься, всегда тепло и какие-то такие исключительно положительные чувства. Ну, замечательно. Ну, надежно и в разведку с вами точно можно идти. А жизнь свою как-то связали? Может быть, вы из геологии, нет? Непосредственно я не связал. У меня моя сейчас профессиональная деятельность косвенно связана с геологией. Ну, в общем-то, нет. Но я, наверное, до 2006 года имел небольшую мастерскую дома и обрабатывал там камушки, там что-то такое. И вот я для себя решил, что я на пенсии вернусь к этому занятию. Да, да. То есть у меня осталось оборудование. И вот для себя я решил, что я к пенсии. Вот это вот у меня уже зарезервированная почва. И я знаю, чем я буду заниматься. Зарезервированная почва. Слова истинного геолога. А вы, Даниэль? Ну, если вернуться к тому, отпускали ли родители, то с трудом. Но знали Владимира Анатольевича лично, поэтому и отпускали. И у нас никто из наших выпускников, скажем так, нашего кружка так и не стал геологом. Но все стали хорошими людьми. Вы знаете, стали, одним словом, нас всех можно назвать надежными. Вот это самое большое, что нам привил Владимир Анатольевич. Вот. Конечно, хотелось бы и дальше в экспедицию сходить пару раз. Но, наверное, уже возраст не позволит. И это уже сделают какие-то следующие поколения, которые пополнят наш музей. Ну, по поводу следующих поколений и вообще современности музея, Людмила Романовна, расскажите нам, пожалуйста, давайте к настоящему музею. Чем он живет сейчас? Ну, чем живет? Вообще экспозиция музея насчитывает 650 единиц. Основной фонд. И 390 единиц – это вспомогательный фонд из личной коллекции. Конечно, для того, чтобы сохранить экспозицию, как она есть, хотелось бы, чтобы вот этот временный фонд коллекционера пришел в собственность школы. Но будем надеяться, что оно так и будет. Поэтому музей – это живой организм. Он просто напитан всевозможными активными формами работы. Это экскурсии тематические, обзорные, это и мастер-классы, это всевозможные игры и так далее. То есть живой организм – музей. Мы знаем, что у вас много новаций, в том числе выездные экскурсии. Расскажите подробнее. Вы знаете, да, могу рассказать. Дело в том, что некоторые школы очень удалены от центра города. И поэтому вы сами понимаете, как добраться. Поэтому мы принимаем заявки от других школ. Это школы Ленинского и Октябрьского района. И выезжаем туда со своими минералогическими мероприятиями. Дело в том, что не каждый может доехать. Мы гордимся тем, что, допустим, в Октябрьском районе мы сотрудничаем с такими школами, как 38-я, 40-я, 39-я – это Ольшанка, гимназия номер 1 и множество других школ. 37-я школа. Да все не перечислить. Поэтому в рамках каких мероприятий мы приезжаем. Есть в школах так называемые предметные недели. Допустим, предметная неделя географии. Вот вы представляете, в школе два географа, если это большая школа. И как детей охватить мероприятиями. И вот здесь приходим мы на помощь. Поэтому наша акция называется «Музей в чемодане». Когда мы берем с собой минералы, но вы не думаете, что мы с экспозиции берем, у нас есть такой… Специальный чемоданчик. Чемоданный фонд. Запасники. Запасники такие. И вот для того, чтобы действительно ребята познакомились с миром минералных горных пород, мы берем с собой и выезжаем. Но это по заявкам. Пожалуйста, звоните, приглашайте. Мы готовы к сотрудничеству. Да, так еще плюс к этому на авторитонных носителях вы ищете информацию. Ну да, конечно. Отличные презентации. Да. У нас сколько? Десять. Десять тематических презентаций. Да, на различные темы. Там они могут быть о золоте, о лазурите, о янтаре. И вот они могут быть о наших солях, это белорусских. Все это на большом экране, все это показывается, рассказывается. И воочию представляются образцы, чтобы их могли дети потрогать, пощупать, гладить, чтобы так соприкоснуться. Кажется, вы знаете, даже самая обыкновенная соль, да, вот мы в другой раз называем поваренная, каменная. В минералоге называется галитом этот минерал. И вот о ней можно говорить 45 минут с детьми общаться, понимаете. Это не только происхождение ее, месторождение, а это столько легенд. Ведь соль когда-то была очень дорогой, ценилась по цене золота, и жалования платили солью. Интересно, да. Хорошо. А расскажите, а сотрудничаете ли вы с другими учреждениями образования города? Не только со школами, возможно? Конечно. Это высшее учебное заведение, это наш аграрный университет, потом университет имени Янки Купалы, это инженерно-строительный факультет. Как-то одно время даже медицинские, студенты медицинского университета приходили. Политехнический колледж, колледж искусства, колледж бытового обслуживания. То есть как бы мы востребованы. Всем интересно. Мы знаем, что сейчас разработаны три образовательных маршрута, которые связаны непосредственно с вашим музеем. Расскажите, пожалуйста, поподробнее. Ну, вы знаете, всегда толчком является что-то. Поэтому пришел областной такой конкурс поучаствовать в разработке новых туристических маршрутов образовательной направленности. Ну, мы ознакомились, а потом думаем, а как же все-таки привязать к музею? И вот у нас такая как-то возникла мысль. И мы подумали, да, надо вовлекать, будем говорить, детей, учащуюся молодежь в процесс изучения не только истории культурных объектов, но и географии. Поэтому знакомство с минералами и горными породами у нас идет, допустим, через садово-парковую архитектуру, через архитектуру города. Поэтому разработались такие три новых туристических маршрута, как жизнь камня. Мы взяли Каложское плато, природный камень в архитектуре города и архитектура глазами минералога. Здесь был объект «Фарный костел». И, конечно, после таких экскурсий как бы не зайти в музей и не посмотреть на это чудо. На все остальные. На все остальные, да. Ну, я не знаю, как ты, но я уже захотела. Да, мне вот последний очень понравился. Да? Ну, все, надо сходить с удовольствием, да. Музей «Карат» внесен в интерактивную карту культурно-познавательных объектов Гродничины для посещения при безвизовом туристическом режиме. Насколько это эффективно? Мы знаем, что у вас бывают гости из других стран. И попросим на экран вывести фотографии в подтверждение. Но вы об этом тоже, пожалуйста, расскажите. Насколько это эффективно? Ну, вы знаете, что, конечно, мы рады гостям. Прежде всего, мы, конечно, рады жителям нашего региона, нашей республики. Но также и иностранным гостям. Конечно, количество экскурсантов на Гродничину с каждым годом возрастает. Ну, вот это только последние годы, связанные с коронавирусом, правда? Немножко поуменьшилось. Поэтому у нас гости из России, Казахстана, Литвы, Латвии, Польши, Бельгии. Также ежегодно по программе культурной у нас посещает наш музей иностранные слушатели курсов летней и зимней школы русского языка при Гродненском университете Янки Купалы. Поэтому в книге почетных гостей у нас записи такие, допустим, гости из Японии, гости из Китая, Пакистана, Индии, Сирии. Ну, как бы так. В общем, очень-очень-очень разнообразная, скажем так, географическая карта у вас. И вы знаете, когда ребята приходят в другой раз, мы открываем книгу почетных гостей, вы знаете, даже самой очень интересно, как другие, будем говорить, граждане пишут на других языках. Что у вас за книжечка в руке, Людмила Романовна? Ну, Владимир Анатольевич. Ну, хорошо. Вот в виде еще прошлой передачи ваш интерес к минералам, горным породам, мы вот создем вот такие вот учебные коллекции минералов горных пород с нашей историей, которая здесь вот указана вся история создания музея, создания мастерской и как завершающая такая небольшая коллекция минералов и горных пород. Карманная коллекция. Прекрасно. Здорово смотрится. Очень здорово. Поэтому мы, Катерина, вам на память о вашем музее. Спасибо. Спасибо большое. Давайте я передам. Спасибо. Это мы вам дали. Мне очень-очень приятно, потому что на самом деле… Передай в музей более чудесный. Мне было очень интересно, когда я посещала ваш музей, об этом мы еще обязательно вспомним, еще раз посмотрим мой сюжет. Ну и завершая нашу только прекрасную программу, общались бы и общались, правда, Боря? Совершенно верно. Еще столько фотографий надо посмотреть. Да. Настолько обсудить всех вот этих историй интересных. Очень интересно. За ухой, которые были во время похода. Да, но давайте подведем итог. Почему так или иначе, в большей или меньшей степени, вы все-таки связали свою жизнь с миром камней? Вроде как бы камень, да? Но это же не животное существо, не живое, да? Но интерес есть, и с вашей стороны интерес очень глубокий. Почему? Ну, потому что это не просто какой-то эпизод в нашей жизни, это часть нашей жизни, которая на каждом оставила отпечаток положительный. Владимир Иванович очень много, очень много, чему нас научил на самом деле. И то, чем мы пользуемся сейчас, там, скажем, те вещи, которые сейчас называются скиллы, да, это все то, чему мы научились в 90-е годы. Вот, благодаря этим экспедициям, обработке минералов и горных пород, значит, работа в музеях, какая-то помощь посильная этим музеям и так далее. То есть, это то, что мы приобрели в те годы. Вот, поэтому мы не можем говорить о этой части просто как о каком-то факультативе и так далее. Это наша жизнь, о которой мы всегда вспоминаем с теплотой. Да, для нас это наша молодость, можно сказать, которую мы провели незабываемо, и нам есть, что рассказать и детям, и внукам. Поэтому нам, конечно же, интересно и к вам прийти, и телезрителям рассказать о том, что у нас была вот такая вот юность, и Владимир Анатольевич, который воспитал нас. Ну, если говорить обо мне, что меня привлекло, а что привлекает детей, вот, когда часто в музей приходят, там, там, пяти лет, семи лет, шести лет, найдут где-то какой-то камешек блестящий, красивый, и приносят в музей, и спрашивают, что это такое, что это такое. И таких детей очень много. Мы знаем, что ей вообще это все привлекает, такое необычное, такое яркое. Я просто как-то еще практически с детства, так, судьба так у меня такая сложилась, что я с детства практически был в геологической среде. А там, где геологи, там, конечно, есть везде какие-то, вот, образцы минералов, горных пород, которые я видел еще будучи ребенком. Мне это очень интересовало. И просто получилось так, что дальше больше, интерес становится более глубоким. Ну, вот, дошло потом до этого того, что я и закончил потом техникум георазведочный, потом университет. Вот так я стал геологом, просто без камней я себя не представляю. Спасибо большое. Людмила Романовна, а вы? Ну, вы знаете, я как педагог, наверное, скажу, больше радости, чем приобщать детей к прекрасному, поверьте мне, нет. Поэтому моя задача – показать детям богатое наследие земли, именно природное. Спасибо вам большое. Очень было приятно с вами пообщаться. Мы напоминаем, что в гостях у нас сегодня были люди, для которых удивительный мир камня. Это не просто слова, это часть их жизни. Мы напоминаем Егор Поронов, Даниэль Крупа, Владимир Жданюк и Людмила Павлючик. Ну, а мы продолжаем, друзья. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!